Не пластинками едиными сыт меломан, так как музыки очень много и не все возможно и хочется покупать на виниле. Именно в эти моменты на помощь приходят другие носители и форматы хранения музыкального материала. Сегодня расскажу, как я пришел к стримеру и почему именно такое решение было принято. Всем привет! Итак, имеем потребность воспроизводить цифровой музыкальный контент, что же выбрать? Поясню, что сегодня мы говорим о музыке в форматах высокого разрешения, которые требуют более сложного подхода, чем воспроизведения стандартными плеерами с компьютера. У меня, как и у большинства меломанов, все началось с компьютера в качестве источника звука. Для старта это наиболее простой вариант. Существует множество софтовых плееров как для PC, так и для Mac. Своё знакомство я начал с плеера Audior 1.2 по платной подписке. Отличный функционал, достаточно удобный интерфейс, возможность обойти аудиотракт компьютера полностью. Воспроизводит DSD-256, PCM-32 и так далее и тому подобное. Действительно отличный плеер, но два но все же появилось. Первое. Это необходимость постоянно включать компьютер для того, чтобы послушать музыку. Второе. Пропала возможность оплачивать подписку. Как следствие из второго неудобства я установил более старую версию файла, скачанного из интернета, но функционал меня разочаровал. И я стал думать о железке, которая сможет все это играть без включения компьютера вообще. Моя музыкальная библиотека хранится на NAS и нужно было его как-то подружить с усилителем. И тут лучше стримера, наверное, сложно что-то придумать. Стример это соединительное звено между цифровым контентом и усилителем вашей аудиосистемы. Начал изучать тему, вариантов существует множество, от бюджетных решений до приборов с ценником, включающим много нулей. Конечно, прежде всего я опирался на определенный бюджет и именно он определил претендентов. Изначально я рассматривал следующие приборы. Primare NP5, Silent Angel Bremen B1, SMSL DP5. Я долго изучал все их умения, обзоры ютюберов, работу приложения по управлению, но в конечном итоге все изменилось, потому что я нашел вот такой стример от итальянской компании Volumio, Volumio Prima. Очень компактный прибор со скритичным дизайном, на корпусе почти нет светодиодов, поэтому понять включено устройство или нет возможно только зайдя в приложение для управления. Почему почти нет светодиодов? Потому что как минимум два есть на корпусе и расположены они на сетевом разъеме. И когда к нему подключаешь кабель, противный зеленый светодиод постоянно светит. И это, ну, стоит заметить, достаточно стрёмная тема. Построен стример на базе мобильной версии ЦАПа ESS Saber ES9038Q2M. Может без проблем воспроизводить музыку PCM32B, нативная DSD128. Работает со стримингами Tidal, Cobus, Spotify, дружит с протоколом Room, цепляет музыку по DLNA. Может воспроизводить CD и выполнять граббинг, но для этого нужно приобрести внешний USB-привод, причем обязательно с внешним питанием. По разъемам история следующая. Сетевой разъем RJ45, 4 USB-порта, цифровой коаксиал на RCA, аналоговый выход RCA. HDMI для подключения к телевизору или монитору, по нему выводится интерфейс плеера и можно осуществлять управление. Но сам производитель рекомендует его отключить, чтобы не получать дополнительные помехи в тракте. Питание у прибора внешнее. Также имеется антенна для работы с Wi-Fi, и именно через Wi-Fi в данный момент прибор подключен к моей сети. В дальнейшем планирую перейти на подключение через кабель. Если говорить о беспроводных возможностях, то есть тут и Bluetooth, и AirPlay. Второй, кстати, очень даже неплохо работает, но если учесть, что Apple Music теперь у нас тоже не работает, а плясать с бубном по его оплате я не собираюсь, думаю, что останавливаться на работе этих всех беспроводных погремушек нет никакого смысла. Но разве что по Bluetooth звук плоский, и это все, что вам нужно знать об этом. Через USB можно выводить сигнал на внешний ЦАП. Хотя звучание ES9038 мне очень и очень нравится, поэтому у меня подключено через аналоговые выходы. Конечно же, через USB подключаются различные устройства, от флешек и жестких дисков до клавиатуры с мышкой или, например, сенсорный экран для управления. В основе проигрывателя лежит микрокомпьютер Asus TinkerBoard, а не его более бюджетная версия Raspberry. Сами производители объясняют выбор в пользу Asus тем, что на борту используется встроенная ММС-память, которая быстрее, чем использование SD-карты, как это делается в Raspberry. Еще TinkerBoard имеет выделенную шину USB, что лучше сказывается на выводе цифрового сигнала на внешний ЦАП. Микрокомпьютер имеет более быстрое сетевое подключение Ethernet 1 Гбит, но и в общем система работает быстрее. И тут становится очевидно, что плеер изначально софтовый, а железо внутри — это специальный компьютер, снабженный хорошим ЦАП, эдакий программно-аппаратный комплекс. Сама компания Volumio изначально разработала софтовую часть и разместила ее для скачивания и возможности установить на свое устройство. Есть бесплатная версия и расширенный функционал за обонплату. Самодельщики — это целое направление людей, которые собирают подобное устройство на основе того самого Raspberry. И получается, в общем-то, очень даже не дурно. Тут фантазии для установки ЦАП открыто, можно экран поставить сразу в корпус, а все благодаря тому, что софтовая часть доступна для скачивания. И вот вам еще один очевидный плюс покупки стримера. Покупая стример, вы получаете пожизненную подписку на максимальный тариф. Управление осуществляется через браузер или приложение на Android или iOS, но в Google Store существует альтернативное приложение для управления. Оно несколько усечено по настройкам, но как пульт работает немного быстрее. При этом на iOS быстрее работает родное приложение. Оптимизация. Есть, кстати, интересный нюанс, связанный с управлением в разных операционных системах. Сам стример поддерживает Wi-Fi 2.4 ГГц. Если вы управляете через браузер компьютера или устройство на базе Android, то неважно, к какому диапазону Wi-Fi вы подключились, 2.4 или 5 ГГц. Конечно, при условии, что ваш роутер поддерживает и то, и другое. А вот если ваш iPhone подключен к 5 ГГц, то он никак не хочет видеть стример. Приходится переключаться на 2.4, и тогда все работает корректно. Ну, вроде бы все рассказал о внешнем виде, о управлении, возможностях коммутации, а что там со звуком. Два слова. Звук офиген. И несмотря на то, что изначально я хотел подключиться по цифре, звук с аналогового выхода после преобразования ЦАПом ESS меня устраивает более чем. Звучание очень детализировано, при этом ничего не выпирает в каких-то частотах. Низ очень мягкий и разборчивый. Никакого бубнижа. Все на своих местах. Все отлично слышно и читается. Я даже позволил себе вольность сравнить звук некоторых пластинок и цифрового варианта тех же альбомов. И вот на Дэйви Брюбике стример выдал мне более широкую звуковую картину. Хотя я понимаю, что у меня бюджетная голова, я обязательно сравню, когда поставлю какую-нибудь головку поинтереснее. Благо сейчас варианты для покупки появились. Повторюсь, деталей в звуке огромное количество. Короче говоря, не зря устройство аудиофильского класса. Ну так, во всяком случае, любят везде заявлять. В остальном, конечно, нужно слушать. Я думаю, что приборов с подобным функционалом и звучанием существует много. Но я пока остановился на таком. Надеюсь, мой необзор был вам полезен. И если есть что добавить или имеются какие-то вопросы, милости прошу в комментариях. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий Агеев. За лайки и подписки большой плюс кармы. Всем пока.